Доброе утро. Минут через 10 где-то будет солнце, наверное, подниматься выше. Ну, пить стакан воды. Мои любимые патчи, которых всего лишь пара. Завтрак сегодня вот такой. Вот у меня тут тост из авокадо, яйцо и корнишоны. У меня сегодня еще будет урок по истории. 9.45, ну, в общем, 10 в принципе. Я сейчас буду учить историю, точнее, читать учебник. Вот потому что мы на половине темы, и там надо дочитать до определенной темы. Но читать много. И, конечно же, выучить конспект, который мне надо будет потом переписать в нормальный вид и нормальную тетрадь. У меня только что закончился урок. Это знаете, все говорят, у меня там красивая почерк, а вот так вот я пишу, когда я занимаюсь с учителем. То есть, как бы, особо ничего не успеваешь записать. Вот, ну, как бы успеваю, мне просто лень писать, потому что в любом случае я потом переписываю этот конспект в более нормальный вид, потому что здесь ничего не разобрать. Здесь просто хотя бы примерные штрихи, что, зачем, когда. Так что не все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброе утро, точнее, у меня уже день. Рассказываю, почему не вышло вчера видео. Когда я проснулась, у меня было занятие по истории, я даже начала снимать вам видео. И, собственно, немного кадров вы видели в начале. Но потом я почувствовала прям резкую усталость и поняла, что так больше не пойдет. Я должна отложить все свои дела и просто отдохнуть, иначе будет выгорание. Вот, и, собственно говоря, чтобы не перегореть, я решила взять себе отдых. Я также не заходила в соцсети, соответственно, отдохнула и мозгами, не получала какой-то информационный перегруз. Я читала около трех часов и также два часа смотрела фильм. Я посмотрела фильм «Метри друг от друга», который мне безумно понравился. И также, соответственно, дочитала книгу. И начала новую. Этот отдых мне просто безумно помогся, потому что неделя была достаточно напряженная. Я переоценила, так сказать, свои силы, снимая видео, потом на следующий день их монтируя и сразу же выкладывая. Для меня это очень тяжело. Плюс надо было все сочетать это с учебой и как-нибудь не загонять себя еще и отдыхать. Вот, поэтому этот выходной мне пошел, так сказать, на пользу. Поэтому я возвращаюсь с новыми силами, также с новыми идеями. И сейчас буду их воплощать в жизни, то есть работать по Инстаграму, а также Ютубу. Сегодня будет достаточно рабочий день. Я даже умудрилась сломать кисточку, когда рисовала. Посмотрите, как за вчера продвинулась моя картина. Я ее не раскрашивала где-то около двух недель, потому что просто-напросто не могла найти время. И вчера прям очень аккуратно все раскрашивала. Наконец нашла кисточку нормальную, которая подходит под... Ну, не совсем, конечно, это мелкие детали, но для меня достаточно мелкие, потому что это мой первый опыт рисования таких картин по номерам. Также потом придется покрывать второй слой, так как, как вы видите, просто не ложилась краска нормальная. Я и так ее очень-очень плотно пыталась положить, но придется, скорее всего, второй раз покрывать. А сейчас я немножко, как вы видите, прибралась на столе и буду работать по своему курсу. Я хочу сегодня дописать последний день курса. Он самый важный и самый длинный, поэтому я думаю, работы будет очень-очень много. Продолжение следует... Я тем временем все еще работаю над сайтом. Вот такая вот у меня будет цветовая гамма примерно. Немножко по спойлере. Вот, и сейчас я, наверное, пойду на кухню и сделаю себе кофе. Следую есть, чтобы его нету. Блин, класс. Кстати, хотела с вами поделиться. Последнее время я как-то вообще не могу работать утром. То есть, утром я люблю, там, уделить время себе, допустим. Также позаниматься спортом. Кстати, я стараюсь заниматься, но без всяких упражнений, чтобы не напрягать вот этот палец, потому что он жестко сейчас болит. То есть, допустим, как я делаю планку, я остановлюсь, как обычно, в планку. Но, получается, моя нога, которая в гипси, она вот так вот остановится на здоровую. И, соответственно, я стою в планке на одной ноге. Примерно так я делаю свои упражнения. Также я просто обожаю читать по утрам. Я могу хоть два часа читать. И люблю монтировать утром. А вечером, почему-то, именно сейчас, именно в данный период, мне нравится учиться. Но не прям вечером все, потому что я стараюсь все-таки ложиться где-то в 22, в 22.30. Это максимум, который у меня мог быть. То есть, соответственно, когда садится солнце, когда только-только начинает темнеть, это где-то после пяти вечера, я сажусь делать уроки. Для меня это сейчас просто безумно комфортно. У нас сейчас уже 4 часа дня. Я все еще работаю над сайтом. Уже работаю второй час. На самом деле, когда ты этого никогда не делал, это довольно-таки трудно. Но потом ты вливаешься в работу, понимаешь принципы, как все это строится, как все это делается. И, в принципе, уже идет работа полным входом. А еще я хочу гулять. Мне надоело сидеть за столом, поэтому я переместилась на кресло и буду здесь работать дальше. Это было сложно, но я доделала все-таки свой сайт. Сейчас я буду разбираться с оплатами. Мне, в принципе, понравилось. Я облилась так в работу, наверное, после первого часа. Всего на сайт у меня ушло 4 часа. Результатом я довольна, но показать не смогу, так как курс не стартовал еще. Но вы можете подписаться на мой инстаграм. Где-то вот здесь он будет. И там вы сможете узнать подробнее о курсе уже где-то, наверное, через дней 5, наверное, загружается. Я себе сделала далеко на кофе. Вот у меня в этот раз вот такая вот пена получилась. Я сбивала венчиком. И мне так намного больше нравится, чем если сбивать капучинатором. Вот, конечно, это способ намного энергозатратнее, потому что нужно это все делать вручную. Но лучше, во-первых, выглядит как-то красивее. Во-вторых, такая пена. Ну, не знаю, мне больше нравится. На вид. А на вкус, я думаю, то же самое, потому что количество кофе не меняется. И, в принципе, потом я все равно все размешиваю. Как мне вообще не нравится, если пить вот эту верхушку горькую, потому что там очень большая концентрация кофе. Обожаю, когда она все перемешана. Кстати, у меня сейчас очень большой беспорядок на рабочем столе, потому что тут есть несколько новых приложений, которые я скачала. Некоторые просто надо, напросто, удалить, а некоторые разместить по папкам. Поэтому я сейчас быстренько это сделаю. Готово. И, кстати, я не заходила в Инстаграм почти двое суток. Но, кажется, сейчас время. Все потому, что завтра у меня стартует розыгрыш. То есть для вас это сегодня вечером, а для меня это, в общем-то, завтра вечером. Поэтому я сейчас буду работать со спонсорами и разбираться со всякими техническими штуками. Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, я не успела сегодня сделать английский. Все потому, что я решила, что я буду доделывать и четвертый, и пятый день мести за целый вечер сегодняшний. Вот. Я на половине четвертого дня. И я думаю, что это довольно-таки много времени займет. Все потому, что я хочу уложиться все-таки до своего дедлайна. То есть у меня дедлайн был это завтра. И я решила, что даже если на полчаса я больше поработаю, чем мне нужно было, ничего страшного от этого не будет. Тем более у меня сейчас есть как бы мотивация это делать. Ну и, в принципе, от поспать я бы тоже не отказалась. Смотрите, какая у меня тут прекрасная атмосфера. Я переместилась работать на кухню. Делила лежаночку, потому что он без меня никуда. На улице просто прекрасная атмосфера. Я тут немножко прибралась, сделала себе снова чай. Принесла все свои бумаги, которые мне нужны для написания курса. И вот я его пишу. Ребят, кажется, я наделала четвертый день. Пятый у меня просто не хватает. Это очень тяжело было. У меня в итоге получается просто на каждый день целая книга, целое пособие, целое руководство. Я не знаю, как это еще назвать. Но в каждом дне у меня получается где-то примерно по 70 страниц, по 80 даже в некоторых днях. И вы представляете, курс будет, то есть рассчитан на 6 дней аж. И все, я отправляюсь спать. И прощаюсь с вами до завтра. Это было все видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, что у меня так же есть инстаграм. Также мой второй канал. И это все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok